Раствор марганцовки выливают в канализационную трубу в неизменном виде. Он проникает в источник. Этот эксперимент служит наглядным доказательством того, что канализационные стойки из туалета и сауны попадают из септика через грунт прямо в чистые воды родников. Своё мнение по этому поводу уже высказали независимые эксперты. Тут речь идёт не только о соблюдении водоохранного законодательства и законодательства об условиях выделения земли, землепользования, что сделано с явными нарушениями, потому что некоторые участки здесь выделены вместе с родниками. То есть территория родника, получается, входит в территорию земельного участка, что не должно быть категорически, потому что все источники воды, они союз собственности государства. Местные жители села Коксаэк забили тревогу, когда рядом с целебным источником частник построил платную сауну и туалет. Сельчане не раз просили собственника перенести сооружение в другое место. Однако их просьба новоябленным предпринимателям так и не была услышана. Она вместе с ним уходит сюда, варит же родник, а там купаются люди, дети, и все болезни, и пьют. Устав от равнодушия владельцев сауны, люди были вынуждены подать заявление в суд. И вот 13 сентября в Турюбийском районном суде дело о родниках рассмотрели. Проведя обследование территории, суд вынес постановление признать хозяев сауны виновными в совершении административного правонарушения. В течение 30 дней предприниматели обязаны снести возведенное строение и оплатить административный штраф. 20 МРП – это порядка 42 тысяч тенге. В заключении этой истории хотелось бы отметить, что все мы часто и много говорим о том, что природу надо беречь, но на деле получается обратное. Ради толстого кошелька человек способен на многое. Даже блюнуть в колодец, из которого, возможно, завтра придется напиться. Мы обязательно проследим, будет ли исполнено постановление суда. Продолжение следует...